Здравствуйте в студии Аскар Басыров и это Мировые Новости. Вот зря все-таки говорят, что мало у нас власть думает о народе. Порой зайдешь в интернет, почитаешь комментарии, волосы встают дыбом от того, как люди относятся к тем, кто управляет страной. А они тем временем, наоборот, стараются сделать нашу жизнь только лучше. Вот, например, таможенная служба заботится о том, чтобы вы не покупали всякую ерунду в зарубежных интернет-магазинах. Так, 7 декабря, чтобы получить товар из-за границы, нужно не только предоставить копию паспорта и ННН, но и ссылки на каждую покупку, что, разумеется, усложнит процесс и поубавит шоппинговый пыл россиян. Зато денежки целее будут, да и вообще, пусть у нас в стране покупают. Соси отечественные! Также, чтобы эффективнее защищать нас от всякого рода запрещенки, типа испанского хамона или французского сыра, служба попросила наделить их правом ставить на автомобили, которые ищут незаконно ввезенную в Россию санкционную продукцию, мигалки. Специально для этих целей на таможне создали 35 мобильных групп, на которые выделили 217 миллионов рублей. Осталась одна проблема – оперативно реагировать на вызовы. А то позвонит пенсионер на горячую линию, мол, непорядок. В местное сельпо завезли подозрительные сыры с плесенью и нерусскими буквами на этикетке. И пока эта мобильная группа по пробкам в магазин доедет, товары же могут банально раскупить. А с мигалками нарушители уж точно не скроются. Так что работают люди. Не надо писать про них комментарии нехорошие. Тем более их тоже отслеживает специальная служба. И тоже ради нашего блага. Это были мировые новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова